НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГИ ОТРАДНОГО СЕЛИ ЗА ШКОЛЬНЫЕ ПАРТЫ Экстренная помощь больным стала более скорой. Мы побываем в Кене-Черкасском районе. Долгожданное событие для верующих. В рождественские праздники они смогли побывать на божественной литургии, совершенной митрополитом Самарским и Сызранским Сергием. Центральная больница Ховоростянского района открыла свои двери для посетителей после капитального ремонта. В рамках областной программы модернизации здравоохранения она была оснащена современным оборудованием и необходимым транспортом. В обновленных условиях в роддоме при больнице на свет появились первые малыши. В Ховоростянском родильном доме за все годы его существования появилось на свет много тысяч малышей. И вот сейчас только-только начался 2013 год, как уже несколько мальчишек и девчонок обрадовали своих родителей появлением на свет. Нина Григорьевна Зайцева человек особенный. Столько малышей и мамочек прошло через заботливые руки доктора. Многие районы губернии не сумели при районных больницах сохранить роддома и специалистов. А в Ховоростянке и роддом есть, и врачи хорошие, и мамы с младенцами. С рождением сына. Второй ребеночек. Получите 400 тысяч рублей. Поддержка хорошая. Вы на третьем рассчитываете? Кто знает, может, разрешим. По первым малышам каждого Нового года судят, насколько успешным он будет. Рождаются девочки к удаче, мальчики еще больше удачи. В этом году радость двойная. В просторных палатах слышны голоса новорожденных Никиты и Альбины. Это очень важное событие в жизни района, поскольку благополучие наценивается демографической ситуацией на той или иной территории. Чем больше будет у нас молодежность, мы будем жить, район будет существовать. Старт Новому году дан и неплохой. В планах освоение новых программ в отрасли здравоохранения и демографической политики. Людмила Полякова, Евгений Платицын, телекомпания «Спектр» Врастянка. Районные больницы губернии к Новому году обзавелись приобретением, значение которого трудно переоценить, новыми автомобилями скорой помощи. Кенечеркасская центральная больница получила 4 машины. Транспорт уже задействован в работе в полном объеме. Это только с виду он обычный УАЗик. Внутри у него самая современная начинка. По пути в больницу пациенту или пострадавшему измерят давление, пульс, наложат удобную шину, поставят укол и систему. При необходимости запустят сердечко. Для этого здесь имеется дефибриллятор и аппарат для искусственного дыхания. ИВЛ, ВВЛ аппарат – это дыхательный. Сейчас он будет подключаться медтехниками к кислороду, к закиси азота, чтобы, когда требуется при отравлении подачи кислорода, уже фельдшер скорой помощи начнет на догоспитальном этапе. Экстренные роды тоже не застанут медиков врасплох. На этот случай в машине предусмотрен специальный набор, в котором имеется необходимый инструмент и даже одежда для роженицы и новорожденного, а также пакет для утилизации последа. А то, что этот автомобиль модели УАЗ, очень удобно для сельской местности. Проходимость, можно подъехать к любому дому. А аварии бывают на трассе, можно съехать, там в кувет как-то погрузить, выехать. На газели-то нельзя было делать. Две новые газели класса «Б» у нас поставлены в Кенечеркасске центральной районной больнице на круглосуточное дежурство для транспортировки тяжелых больных в город Самара в областные специализированные медицинские центры. Два УАЗа поставлены на линию на центральной подстанции скорой помощи. Водители, а главное фельдшеры, в восторге от новых машин. Их современное оснащение позволяет поддерживать стабильное состояние больного до приезда в больницу. А это для медиков службы 03 – главная задача. Ведь они оказывают экстренную, квалифицированную медицинскую помощь, от которой порой зависит жизнь человека. Наталья Лисухина, Алексей Каврегин, 51 канал, из Кенечеркас. Учителя школы номер 8 города Отрадного организовали семинар по обмену опытом под названием «Конкурс «Учитель года» как средство повышения профессионального мастерства педагога». Проводится он здесь уже четвертый год и пользуется заслуженной популярностью. Главная тема – как оставаться интересным ученику. В нем принимают участие победители областных, окружных и всероссийских конкурсов. В рамках семинара проходили открытые уроки и классные часы. Лучшие педагоги области и страны делились своим опытом и знаниями. Лилийская героиня Цветаевна хочет всего и сразу. Хочет учаться вперед, хочет идти, хочет вести за собой. В ходе уроков разгорались жаркие дискуссии. В них принимали участие ученики старших классов. Но беседа велась так, что включались и присутствующие гости. Дети, как главные противники скуки, толкают учителей к постоянному самосовершенствованию. Свои неординарные методы преподавания представил участникам семинара победитель Всероссийского конкурса «Учитель года 2012» Димахин Александр. В школе я работаю 9 лет. Из них первые 2,5 года, первые 3 года я вел кружки. И вот 6 лет с половиной веду уроки уже. Мне было важно, понимаете, выйти на конкурсы и ни разу не показать то, что я не делаю. А быть таким, какой есть, я такой же в школе, как был на конкурсе. В глазах участников горел юношеский задор и любознательность. Каждый урок – это открытие, новый поворот в мире знаний. Учителя на один день сами превратились в учеников. Глядя на педагогов, и ребята с легкостью включились в процесс. Им было ново и интересно все происходящее. Таких уроков у нас проходит не так часто. Это было очень интересно. И у нас класс очень активный. Мы всем интересуемся, и поэтому нас часто на такие уроки приглашают. И вообще это все очень здорово. Серафима Бабищева, Владимир Постников, телерадиокомпания «Отрадный». На территории городского округа Кенель зарегистрировано более 2100 предприятий малого и среднего бизнеса. Здесь был организован круглый стол защиты прав предпринимателей, в ходе которого состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Кенеля и торгово-промышленной палатой Самарской области. Развитие предпринимательства – стратегический фактор для нашего городского округа. Целью подписания соглашения о сотрудничестве является повышение информированности предпринимателей, защита их интересов и продвижение на рынок работ, товаров и услуг. Основной задачей на семинаре стало разъяснение прав предпринимателей в ходе проведения проверок и реализации федерального закона номер 294 в сфере соблюдения прав и обязанностей бизнесменов при проведении контроля. Также участникам мероприятия был представлен журнал учета проверок юридического лица как эффективные средства защиты прав коммерсантов. Прокуратура – это фильтр между органами контроля и предпринимателями. Зайдя на сайт Генеральной прокуратуры, каждый предприниматель сможет ознакомиться с плановыми проверками, ожидающими их в будущем году. Помимо плановых проверок, существуют и внеплановые, которые могут быть проведены в нескольких случаях по ранее выданным предписаниям, если нарушается санитарное законодательство или есть жалобы, поступающие от граждан. Подводя итоги встречи, можно с уверенностью сказать, что теперь бизнесмены городского округа Кенель, получив теоретические знания по защите своих прав, смогут применить их на практике. 50 лет исполнилось в музыкальной школе Безенчукского района. За время ее существования накоплен богатый педагогический опыт, о котором свидетельствуют достигнутые результаты и успехи выпускников. Сейчас здесь на пяти отделениях обучается 186 юных музыкантов. Без музыки жизнь была бы ошибкой. Эти слова великого философа Ницше стали лейтмотивом деятельности детской музыкальной школы. За время существования школу выпустило около тысячи учащихся. Из них более 60 связали свою жизнь с музыкой. Благодаря энтузиазму людям, которые просто преданы профессии своей, нашим уважаемым педагогам, удалось не просто сохранить школу, но и очень хорошо развить ее, весь ее творческий потенциал. Поэтому сегодня мы слышим и коллективы, поющие, танцующие, звучащие, хорошо одетые, в хороших костюмах, с хорошей культурой сценической. Вокальный ансамбль «Мечта» имеет звание образцового коллектива. Среди воспитанников немало лауреатов и дипломантов, районных, областных, российских и международных конкурсов. Мария Чекрыгина осваивает аккордеон. В копилке ее достижений первое место в международном конкурсе в Болгарии. Я заняла лауреат первой степени. Конкурс был очень сложный, было много народу с разных стран. Грамотами и благодарностями награждались преподаватели школы, для которых цель – служить искусству, воспитывать у детей патриотизм и эстетический вкус. Татьяна Нагорнова, Наталья Гонзуревская, телерадиокомпания «Аспект», Беженчукский район. Не так давно в селе Георгиевка Кенельского района появилась новая универсальная спортивная площадка. Но за ней уже прочно закрепился статус досугового центра и не только села, но и района. Готовиться к игре в тепле и комфорте георгиевские хоккеисты стали недавно. Месяц назад администрация поселения для спортсменов выделила помещение под раздевалку. Пока здесь убрали мусор и расставили скамейки. Но в дальнейшем собираются еще и оборудовать. Раздевалка всего в двух шагах от новой спортивной площадки. Лед на катке лег ровным, гладким слоем. Коммунальщики оборудовали площадку скамейки запасных. Хоккей в Георгиевке начал возрождаться пять лет назад, когда Алексей Николаевич Вичканов со своей семьей перед домом залил каток. Здесь и состоялись первые баталии. Играли улицы на улицу. Через два года восстановили и старую коробку возле школы. Уже тогда увлечение хоккеем в селе приняло массовый характер. Однако недавно выстроенная спортплощадка открыла перед георгиевцами новые перспективы. К нам будут приезжать гости, любители. У нас на этой площадке мы можем в любое время суток играть. Семь часов на улице темно, мы можем играть. Тут как днем светло. Теперь у георгиевцев есть своя тренировочная база. Универсальная спортплощадка построена по областной программе. Ее покрытие устойчиво к сезонным переменам погоды. Можно заливать лед. Коробка оборудована пластиковыми бортами, защитной металлической сеткой и мощным освещением. Планы у георгиевцев амбициозные. Село претендует на статус районного хоккейного центра. Георгиевка уже, скажем так, спортивная столица района. Сейчас это дает толчок развитию хоккея. Очередной толчок. Не только в Георгиевке, но и в районе. Первые позиции в этом виде спорта уже заняты георгиевцами. В прошлом сезоне старшие и младшие группы стали чемпионами Кенельского района. На межрайонных соревнованиях команда взрослых спортсменов заняла второе место, а дети взяли кубок состязаний. Как только в селе появился лед, хоккеисты приступили к тренировкам. Причем, если на старом катке собираются все любители коньков, то новая площадка полностью в распоряжении спортсменов. На этом катке лучше то, что лед ровный, гладкий. На нем намного проще делать всякие разные маневры. Новый каток пустует лишь днем, когда взрослые заняты на работе, а дети в школе. Но вечером здесь не умолкает гомон. Для эффективности тренировок даже составили расписание. Каждая из четырех возрастных групп хоккеистов занимается в свое время. Николай Лямин, Елена Грошева, телекомпания «Междуречий», Кенельский район. Значимое и долгожданное событие для верующих. По традиции в дни рождественских праздников митрополит Самарский Сызранский Сергий посетил наш город и провел в Казанском соборе божественную литургию. По традиции всегда приезжать к нам на святки, а мы самый дальний приход, 200 верст, можно сказать. Так что, конечно, мы ждем его с радостью и с любовью. Для владыки Сергия наступивший 2013 год особенный. 23 февраля исполнится ровно 20 лет его пастырского служения на Самарской земле. С марта прошлого года он возглавляет вновь созданную Самарскую митрополию. Владыка не забывает наш скромный город, посещает нас, благословляет нас на труды. Ну и благодать Господне с нами вместе с Владыкой. Следующий визит главы Самарской митрополии в Сызрань запланирован на 27 марта на праздник в честь Федоровской иконы Божьей Матери. Мария Ефанова, Сергей Инкин, телекомпания КТВ «Луч», город Сызрань. Субтитры создавал DimaTorzok